Видновчанин Арман Бедикян учится в девятой школе. Увлекается боксом и мечтает спорт – сделать своей будущей профессией. Этот день для молодого человека особенно волнительный. Признается, настроение приподнятое, ведь сегодня он вступает во взрослую жизнь. Наличие паспорта открывает перед Арманом новые возможности. Когда имеешь партнер, можно много чего делать. Сделать карту, идти устроить на какую-то подработку, наверное, саму записываться в какие-то залы. Полная самостоятельность. Да. Вручать паспорта в торжественной обстановке стала традицией. Получить первый, самый важный документ из рук главы округа – особая честь. Сегодня ее удостоилось шестеро школьников. Поздравляю. Делайте правильный выбор. Растите над собой. Никогда не стесняйтесь спрашивать, никогда не стесняйтесь развиваться и учиться, сколько бы вам ни было лет. Смотрите на своих родителей, смотрите на своих наставников. И, исходя из реалий, мирного нам всем неба над головой. Поздравляю вас. Со словами главы округа «Солидарны» и родителей героев торжества, отец Анастасии Емельяновой Александр считает, что стеснение и страх не приведут к победам, а за дочь горд и во всем ее поддерживает. Представляете, сколько один человек может сделать для нашего государства? То есть, новые планы. Он может выбрать стать доктором, стать врачом, военным, еще что-то, и принести огромную пользу такому большому государству, как нашему. Анастасия, ну тогда поделись, пожалуйста, какую бы стезию ты хотела выбрать и почему? Скорее, я бы хотела стать программистом. Это сейчас очень актуально и для меня это интересно. Как отметил глава муниципалитета Алексей Спасский, Ленинский городской округ – наиболее благоприятная территория для молодежи. Здесь есть все, чтобы получать качественное школьное и дополнительное образование, развивать свои способности и вести здоровый образ жизни. А если ребята захотят продолжить учебу в одном из вузов Москвы, то близость к столице позволит им это сделать. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская, ВИДНТВ.